Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Приветствую всех торгующих! Неделя у меня, по крайней мере, уже вторая или третья, так себе, не очень хорошая какие-то. Сегодня есть одна сделка, но она только в небольшой плюс вышла. Новостной фонд сегодня очень-очень слабый, поэтому рассчитывать на какие-то сильные движения. Но, в принципе, неделя такая, да? Предыдущая неделя была неполная, эта неделя тоже новостной фонд. Первые дни такой себе. Открою демонстрацию экрана, начнем сразу по индексу доллара США. Если смотреть недельный график, то, в принципе, дневной даже. Можно даже посмотреть четырехчасовой, так чтобы не совсем крупный. Динамика устойчивая, восходящая. На первый взгляд, казалось бы, все как бы хорошо, все замечательно. Но, если мы посмотрим на отскок вот здесь от нижней границы, если мы посмотрим на отскок вот здесь от нижней границы, у нас отскоки были, ну, в одно касание, грубо говоря, то сейчас же ситуация несколько меняется. Индекс удерживается, прям идет вдоль нижней границы восходящего канала. Это, конечно же, говорит о том, что активность покупателей, сила покупателей, она снижается. И риск восстановления исходящего движения, он увеличивается. Поэтому, ну, прям очень активные покупки индекса, ну, в целом доллара США. На мой взгляд, на сегодняшний день, ну, не очень это, как бы, классная идея. Если уж совсем быть откровенны. Да, я покупаю доллар против евро. Сейчас мы перейдем на вылет на пару евро-доллар. Ну, ситуация очень похожа. В принципе, 4 часов тоже будет достаточно. У нас есть некая трендовая линия. Был ложный пробой. Есть вот очень хороший уровень 1.13.17. 70. Он несколько раз тестировался. Вот здесь очень хорошо он подтвердился после вот этого формирования. И если мы перейдем на часовку, здесь будет хорошо видно. Пробили. И долго мы вчера стояли в этой области. Появилась очень классная возможность войти с коротким стопом. Там порядка 15 или 16 пунктов за вот этот максимум, что, собственно, я и сделал. Единственная, наверное, причина, почему я все-таки открыл короткую позицию, потому что это далеко не самый лучший торговый сигнал на продажу был, но я открыл, потому что очень короткий стоп. Здесь стоп был 14 или 16 пунктов, что около 15 пунктов. При том, что мой средний стоп-лосс по евро-долларам где-то 25, 26, 24 пункта. В этих пределах. Тут 10 пунктов стоп-лосс был короче. Соответственно, потенциал прибыли можно уменьшить на 30 пунктов. Первая цель 1.13.10 уже отработана. Цель 60 пунктов. Соотношение риск-прибыли, как понимаете, 1.4 очень хорошее. И вторая цель условно 1.12.10, 1.12.15 вот эти вот минимумы. Пока что тейк-профит по второй сделке я не выставил. Я смесил просто стоп-лосс за предыдущий максимум и жду снижения. Почему я тейк-профит не выставил, потому что я думаю, что где-то долетят до одного из вот этих вот минимумов. Здесь будет консолидация и возможность сильная коррекция. Если этого не произойдет, то если улетят где-то вот сюда, будет замечательно, буду фиксировать. Но пока что не исключая того, что где-то будет отбиваться от 1.12.65, возможно, даже от 1.12.70. Вот эти вот минимумы, вот здесь в области есть. Но скорректироваться. Пока что расчет на пробой 1.13.00. Если же возвращается выше предыдущего максимума, понятно, что держать продажу нет никакого смысла. Сработает стоп-лосс, да, он будет прибыльным, но тем не менее это будет стоп-лосс. Фунт я не торгую по той простой причине, что ситуация вокруг Brexit непонятна. Движение бывает здесь больше 200-300 пунктов внутри одного дня, поэтому я принял для себя такое решение, что я какое-то время фунт торговать не буду. Прорыв под 1.27.00 является очень хорошим подверждающим сигналом о готовности цены продолжить снижение. И снижение продолжится достаточно хорошо, глубоко. Отмечал я уже 1.23.50, это вот такая первая цель, локальная цель ниже на 1.21.20. Фунт не торгую, не люблю торговать на вот таких вот событиях, непонятно. К сожалению, по доллару и иену, доллару иену я периодически торгую, периодически торгую очень активно, а сейчас не торгую, потому что есть вот такое вот сужение. На 4 часах это прям хорошо видно, что вот этот максимум ниже предыдущего, вот этот минимум выше вот этих двух предыдущих. Образно говоря, они плюс-минус на одном уровне, не считая вот этой вот очень длинной тени. Приблизительный диапазон 111.65-111.70, можно их отметить областью, да, вот первый минимум, вот следующий минимум. То есть у нас есть такая некая сужающаяся формация. Также проводил трендовую линию по двум локальным минимумам. Пока же у нас восходящая динамика, но тем не менее есть такая сужающаяся формация, которая говорит о неопределенности рынка. То есть, конечно, кто покупатель или продавцы, кто на рынке преимущества, определить очень сложно. На неделе в графике мы видим, что цена у локальных максимумов, образно говоря, 114.50, прорыв выше. С одной стороны может ограничиваться отметка где-то 115.30, 115.15 вот этими вот максимумами. Но локально тогда уже нужно будет ждать на 118 и выше. 118.20, 118.15. То есть, если прорыв от 114.50, потенциал движения вверх будет очень-очень хорошим. Но понятно, что это сильный уровень, и его с первой попытки пока что пробить не удается. Но я рассчитываю на рост. По австралийцам. Австралийцам мы в прошлый раз с вами обсуждали. Сергей говорил о покупках ниже 0.71. Покупки действительно классные. К сожалению, ситуация сильно не изменилась. У нас есть фаза неопределенности. Торгуется пара в таком, ну не то чтобы боковике, но какой-то, я называю это фаза консолидации. Когда то обновляется максимум, то не обновляется. Вот такой вот и боковик, не боковик, и консолидация, не консолидация. Что-то непонятное. Я не люблю вот эти вот непонятные информации отторговать. Почему? Потому что выход может в любом направлении произойти. Смотреть продажи будут ниже 0.71.60. Прорыва этой желтой области. И возможно покупки выше. Первый такой сигнал это выше 0.73. Вот эти вот максимумы психологические. Но лучше дождаться прорыва 0.73.30. Вот приближение к локальным максимумам. В таком случае, первая цель 0.73.70, но локально нужно будет ждать 0.74.50. Еще раз напоминаю, австралийцы я не торгую. Но решил рассмотреть, так как в прошлый раз активно обсуждали. Нефть. Нефти также не торгую пока что. Долетели очень быстро до 50 долларов. Тут 10 центов буквально не долетели, даже чуть меньше. Помните, да, я несколько раз пытался покупать от локальных уровней. В частности, от 58.50 при приближении. К сожалению, потом от 55 набирал позицию. К сожалению, ни одна из позиций не дала хорошего плюса. Выходил с небольшими плюсами, с небольшими минусами. Но тем не менее, как бы общий результат приблизительно 0. Не получилось заработать. Сейчас я не торгую. Первые предпосылки для того, чтобы торговать нефть, на мой взгляд, это возврат ее выше 55 долларов. Кто по рынку вошел на 50, 20, 50, 30, 50, 40. Может быть хорошо, может быть нет. Потому что однозначно говорю, что есть предпосылки для роста цен на нефть. На мой взгляд, пока что их никаких. Кроме того, чтобы был обвал образа на 26,5 долларов по WTI, что является максимальным значением за последние 3,5-4 года. Нефть нужно скорректироваться. Жду выше 52, 51 сигнал. Первый сигнал, указывающий на ослабление продавцов. И на мой взгляд, сигнал, указывающий на готовность покупателей продолжить рост. Это выше 55 долларов. По биткоину ситуация, не знаю, интересная или рекоментировать неинтересная. Все локальные цели, которые ранее я отмечал, здесь можно еще отметить. Грубо говоря, 1,38, еще 2,0. Точнее, 3,800. Эти цели достигнуты. Вот этот уровень виден, да, сформировался после разрыва. Следующая цель 2,900, плюс-минус 50-70 долларов. Это вот этот зеркальный уровень. Я сегодня писал обзор по биткоу относительно того, что там, где расположено большинство майнингов ферма, не считая Китая, потому что Китай тоже является одним из лидеров в этом направлении. Это Штаты, Ирландия, Канада. В этих странах себестоимость добычи биткоина, то есть майнинг, уже превышает текущую стоимость. То есть выше там, ну, на тот момент, когда я писал, это приблизительно цена была 3,5 тысячи. Там 3,600. То есть сегодня, да, в первую половину дня. Соответственно, сейчас себестоимость биткоина уже выше в большинстве странах, где его майнинг, чем его реальная цена. Соответственно, говорить о том, что на этих уровнях может очень долго продержаться биток мне, но и при этом же я сильно сомневаюсь, что не добьют до 3 тысяч хотя бы, ну, 2 900. Логично, чтобы цена долетела до 2 900, и уже оттуда где-то пытались развернуть рынок. Это мое мнение. Как бы подтверждается также еще мнением нескольких экспертов. Сегодня я промониторил этот рынок, и на Bloomberg'е подсчитал, и на других специализированных ресурсах. В принципе, тоже большинство отмечает цифру в 3 тысячи. То есть, вполне возможно, что это и выступит таким психологическим уровнем, от которого отобьется цена. Соответственно, на данном этапе активные покупки по рынку, на мой взгляд, нецелесообразны. Единственное, что если все-таки вернуть цену выше 4 600, 4 500, вот этих вот максимумов, тогда уже можно говорить о том, что активность продавцов снижается, но и, собственно, можно покупать. Напомню, по еврику остаюсь в короткой позиции, жду прорыва 1.13.00 с идеальным заходом на 1.12.20, 1.12.15. Возврат выше 1.13.45. Отмена мегавейшего сценария. Собственно, выхожу по всем коротким, ну, по одной оставшейся короткой позиции. Индекс с технической точки зрения. Первая цель 97.50, предыдущий максимум. Но, в принципе, где-то можно рассчитывать на 98.00 точно, а может быть даже чуть больше. Если же не уйдем под 96.50, 96.60. Возврат под эту красную линию, под трендовую линию, уже по первой, второй, до третий раз, скорее всего, станет сигналом, приведет к тестированию вот этой вот области. Ну, и далее возврат на 95.45. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу, прокомментирую. К сожалению, в последнее время нет достаточного количества торговых сигналов для того, чтобы хорошо их проторговать. Понял вас. Спасибо большое, Роман, вам за ваш обзор. Вот я вижу вопрос. Да, Сергей. Я звучу для всех, Сергей. Роман, чтобы всем было понятно, на какой вопрос вы отвечаете. Роман, а перебой какого максимума по евро будете лонгить? Или у вас там стоп на 1.13.45 и внутренне вы за север или за юг? Это как гражданская война в США. За кого вы внутренне, Роман? Внутренне я за юг. Почему? Потому что у нас общая динамика нисходящая, понятно, но я торгую технику в большей степени, поэтому я все-таки смотрю на продажу. Это первое. Второе. Разворот, опять-таки, ну вот с индексом, да, если уходим вниз под 96.60, соответственно, по еврику, если уходим выше, но самое первое, я еще покупать не буду, если выше 1.13.70, по еврику уходит, но это уже первый сигнал относительно готовности покупателя пойти выше. Для меня локальные покупки, вот этот уровень, но он уже, конечно, размазан, он будет в большей степени скорее всего пересматриваться, если я буду смотреть на покупки, пока что я их не смотрю, но у нас есть вот локальный уровень, это 1.15.35, выше этого уровня, однозначно покупки. Но уже нужно понимать, что скорее всего будут покупки выше 1.14.45, 1.14.50, потому что уже именно этот уровень, вот область, является как бы локальным, мы дважды тестировали, соответственно, выход выше 1.14.45, буду смотреть на покупки. На 100% сказать, что прям буду покупать, и там рекомендую покупать, нет, нужно будет смотреть по тому, как подходят, если прям мощно пробьют, да, и станут над 1.14.45, конечно же, покупать. Если будут очень мало идти, грубо говоря, до следующего вторника с трудом дойдут до 1.14.45, и там будут торговаться, распиливать этот уровень, то скорее не будут торговать. Очень важно, как подходит, как пробивает уровень. Ясненько. Поняли вас, Роман, спасибо. Михаил спрашивает на поводу, да, доллар-рубль до конца года, я не торгую доллар-рубль, я рубль в принципе не торгую, поэтому я не комментирую то, что я не торгую, потому что смотрите, даже если я не даю вам торгового сигнала, просто, скажу свою точку зрения, она в любом случае повлияет на ваши решения. И это будет неправильно. Ну, как бы, это вот мое мнение, что если человек чего-то не делает, то не надо им давать рекомендации в этом направлении. Да, абсолютно с вами согласен, Роман. Так, Надежда Морозова, ну, это больше вообще такой... Да, это по биткоину, по психологическому уровню, что это себестоимость, конечно, это так же самое, как и с нефтью. Важно понимать, что, к примеру, в Украине себестоимость добычи биткоина, ну, то есть, маленькая, да, там 1700 с чем-то долларов в Узбекистане, точнее, в Казахстане, там тоже ниже 2000. Ну, то есть, есть больше 10 стран, у которых стоимость добычи криптовалюты, ну, биткоина, ниже 2000, но в этих странах не сосредоточено большинство майнинговых ферм. И это, конечно же, психологически, но так же важно понимать, что, как и с нефтью была ситуация, что сланцевая, ну, там, добыча сланцевой нефтью в Штатах, она намного выше, чем на тот момент торговалась нефтью, добычей падла ниже 30 долларов. И это нормально, ну, то есть, это возможно такое, что там значительно ниже себестоимости. И я в большей степени о чем говорю, что если провалятся по 3000, а мы-то прекрасно понимаем, что очень многие сейчас обсуждают якобы это дно, и пора покупать, пора затариваться, так вот я говорю о том, что я еще жду дальнейшего снижения, снижения где-то к отметке в 3000, а возможно даже и глубже, и уже только после этого можно будет говорить о том, что цена там достигла дна. Потому что себестоимость у очень многих стран и больше 20 именно майнинга ниже 3000 долларов. Поэтому буквально несколько дней назад мы общались с человеком, который говорил, что все ниже 4000 биток не может упасть, когда он еще был выше 4000, потому что там в Штатах себестоимость майнинга выше 4000. Но это такой себе вопрос, может упасть, и в кратковременном периоде, там на неделю, на две, на месяц, он может долететь тому образом даже до полутора тысяч. И при этом все равно его будут майнить. И это надо понимать, потому что большинство понимают, что в долгий срок этот рынок перспективы. Я вас понял. Ясненько. Спасибо большое, Роман, вам за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо и вам. Всем удачи. До свидания. Спасибо, друзья. До встречи. До свидания. Спасибо. Всего доброго.